Священное Писание, которое записано у пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Поэтому мы будем продолжать изучение или же повторение учения Господа Иисуса Христа, пришедшего во плоти, возвращения к древнему пути добра. И мы знаем, что Бог древний может быть открыт только на древнем пути добра, а именно Бог, в Которого мы верим, Бог христиан, Бог иудеев, он называется Богом древним. И слово древний – это вечный или не имеющий начала и конца дней. Поэтому Бог древний может себя открыть только на древнем пути. И как мы слышали, что для тех, кто никогда не слышал о древнем пути, то это будет не нахождение древнего пути, это будет обнаружение. А для тех, кто слышал, это будет возвращение к древнему пути добра, где мы вспомним, что мы могли забыть, оставить или откуда мы могли не спасть. И главной целью для повторения двенадцати базовых учений Иисуса Христа является наше желание творить совершенную волю Небесного Отца, которую невозможно творить без поиска Бога и познания Его. Иоанна 7 глава 16-18 стих. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славу себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем». Поэтому мы видим, что невозможно познавать Бога без познания Его учения. И невозможно возрастать в воле Божьей, благоугодной совершенно, без определенного учения. И также другой немаловажной целью повторения двенадцати базовых учений является наше желание «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновить сферу своего мышления духом нашего ума и облечься в нового человека, созданного по Богу, опять же, в праведности, в святости и в истине». И важно заметить, что обновить сферу своего мышления возможно только посредством духа своего ума. А дух нашего ума, то есть наше сердце, мы показываем сюда, ну, в некоторых руках показывают себе на чрево, вот мой дух, это где-то правильно, да, мой дух, они показывают сюда на чрево, вот здесь вот дух. Ну, я как-то больше склонен показывать на сердце, мне как-то не очень рука желает показывать на живот, хотя это правда, оно находится в центре, находится здесь. Ну, мы христиане, наша культура у славян, мы ложим на сердце. Другие культуры они ложат на живот, вот здесь дух у них. Итак, мы решили возвратиться к истокам или же к древнему пути добра, и все 12 уроков, которые мы будем с вами изучать, будут состоять из мест священного Писания и, конечно же, тех цитат, которые я взял из проповедей и из книги пастыря Аркадия. Я хотел сразу напомнить ту последовательность, в которой мы будем изучать или же изучаем. Начали изучать 12 базовых учений, что существует достаточно много, в зависимости от того, какую цель вы преследуете в изучении учения Господа Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Какую вы цель преследуете? Если вы хотите показать цель, что это Слово Божие, и оно обосновано Словом Божьим и Духом Святым, то вам необходимо научиться ложить на золотом столе хлебов предложения 12 хлебов. И мы знаем, что на золотом столе хлебов предложения 12 хлебов лежали в два ряда, и в каждом ряду было по 6 хлебов. То есть это наша способность показать, что учение Иисуса Христа основано на Слове Божьем и Духе Святом. Разумеется, если вы предложите человеку из динаминации, там, Баптисту, Харизмату, Католику, Пятидесятнику, золотой стол хлебов предложений, сказать, если бы смог, пожалуйста, положить ваше учение, вот на котором вы стоите, ради которых у вас происходит распри, как с другими динаминациями, так и внутри, в церкви. Вот положите, пожалуйста, разложите. Они скажут, ну что, вот предание старцев на одной стороне, а здесь постановление братьев на другой. А в центре это мое личное понимание, как я вижу и понимаю Слово Божие. Вот так примерно они раскладывают свое учение. Ну, так это никогда не делается. В Храме Божьем это было вот, пожалуйста, два ряда, конкретно по шесть хлебов в одном ряду и по шесть хлебов в другом ряду. Гармония, грация, красота, последовательность. Другая последовательность, которую мы встречаем в Писании, это четыре ряда по три. И такая последовательность нужна для того, чтобы мы имели способность принимать учение в наше сердце. И такая последовательность, она присутствует у первосвященника, который носил у себя на груди двенадцать драгоценных камней. Ефот на перстник, вот здесь у него находился и там, находилась у него на перстник, и непосредственно было четыре ряда, и в каждом ряду было по три камня, то есть по вертикали по три камня. Третья последовательность, это двенадцать рядов, начиная с первой, заканчиваем двенадцатым. Такая последовательность является прообразом порядка света и дня в учении Иисуса Христа. Обязательно. То есть надо знать учение, не просто вот четыре ряда по три, не просто два ряда по шесть, а также уметь способность вот с первого по двенадцатый, по двенадцатому основанию объяснить суть учения Господа Иисуса Христа. И четвертая последовательность, на которой мы с вами остановились, конечно же, мы не исключаем и других последовательностей, потому что они присутствуют в нашем разборе. Но вот последовательность, на которой мы остановились, это четвертая, она записана в Третье Царство, 18 глава, 34-35 стихи. Илия, пророк, прежде чем он был восхищен, он сказал, когда он положил жертвенник, жертву на жертвенник, которую он создал из 12 камней, он сказал своим помощникам, «Наполните четыре ведра воды и вылейте на все сожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал, повторите, и они повторили, и сказал, сделайте тоже в третий раз, и сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водой. Вот, пожалуйста, здесь нам представлены, опять же, 12 ведер, но здесь мы встречаемся, пожалуйста, три ряда, и в каждом ряду по четыре ведра. Когда вылили четыре ведра, он сказал повторите, еще раз вылили четыре ведра, и он сказал, сделайте в третий раз, и в третий раз опять вылили четыре ведра. 12 ведер. И мы с вами решили изучать не по вертикали, а вот именно как предлагает сделать это Илья, по горизонтали. То есть по вертикали это как, например, когда мы изучаем по вертикали, вот брат Аркадий предлагал нам, Это крещение водою, крещение Духом Святым и крещение огнем. Потом переходим к другому учению и также рождение от воды, от Духа и рождение к престолу. То есть мы изучаем по вертикали. Здесь мы будем изучать по горизонтали. По горизонтали, это значит, нам необходимо будет соединить, вот, например, первый уровень. Существует три уровня, и мы соединяем первый уровень, и в первый уровень входит крещение водою, завет крови, рождение от воды и воля благая. Вот, пожалуйста, четыре ведра, и мы сегодня с вами как раз и остановились на четвертом ведре, которое будет воля благая. Итак, урок четвертый – это будет учение о Суде Вечном, воля благая. Четвертое ведро, хотя в основании Иерусалима это было десятое основание. Почему? Потому что там идет последовательность по вертикали. Но мы изучаем, как нам дал пример Илья, по горизонтали. Поэтому четвертое ведро у Ильи, и это десятое основание в Иерусалиме. И нам необходимо сегодня постараться ответить на четыре главных вопроса. Первое – дать определение их главное назначению – учение о Суде Вечном. В общем, сказать, что такое учение о Суде Вечном. Нужно ли нам его знать? Второе – дать определение их главное назначение конкретно первому уровню в учении о Суде Вечном – это воли благой. И третье – дать определение драгоценному камню и имени стража в лице определенного апостола, написанного на этом десятом основании в учении Иисуса о Суде Вечном. И четвертое – мы соединим и проведем параллель между всеми четырьмя учениями и непосредственно между этим первым уровнем, для того, чтобы мы могли понять, как работают все эти божественные принципы. То есть выведем просто конкретное предложение, как мы делаем с вами, конкретную формулу, через которую вы можете понять, как это все работает. Поэтому я могу, например, или вы можете, или проповедующие могут говорить в учении Иисуса Христа всю жизнь. Я могу сказать в течение, будем говорить, месяца. Могу сказать в течение недели, в течение дня. Если мне скажут, ты смог бы сказать в течение пяти минут? Я говорю, конечно же, смог сказать, но вы вряд ли что поймете, но вы примерно поймете. Ну, я бы смог сказать в течение пяти минут. Я могу сказать в течение одной минуты. Я могу сказать в течение одной секунды. Я могу сказать просто одно слово. Ну, будет ли достаточно, если я скажу просто одно слово? Не будет достаточно. Поэтому мы решили разбить хотя бы на 12 определенных уроков, учитывая, что формат этого служения не разбор слова, а все-таки молитвенное собрание. Поэтому мы возьмем необходимые принципы, которые нам необходимо будет применить в молитве. Итак, начнем, пожалуйста, наш четвертый урок с вопроса первого. Дадим определение и главное назначение – учению о Суде Вечном. Как мы знаем, что учение о Суде Вечном – это триумфальный и заключительный аккорд в учении Иисуса Христа и содержит в себе три взаимосвязанных между собою степени воли Божьей, в которые входят воля благая, угодная и совершенная. Римлянам, 12 глава, 1-2 стих. Апостол Павел пишет. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую и святую и благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Вот, пожалуйста, для нас представлены здесь три божественные воли, из которых состоит учение о Суде Вечном. И когда мы входим в эти определенные божественные воли, это как заключительный аккорд, то когда мы входим, человек обвлекается в определенный суд, то есть он становится похожим на Бога. И когда человек становится похожим на Бога, вы знаете, что он являет в себе определенные суды. Он начинает побеждать мир, потом он начинает осуждать мир, потом он начинает побеждать всех своих врагов, болезней, проклятия, смерть, в каких бы она ни приходила лицах, но там будет всегда присутствовать одна личность. Все это он побеждает. Но это он может сделать только через учение о Суде Вечном. А когда это учение о Суде Вечном? Не тогда, когда мы громко замолимся или громко провозносим в силе Духа Святого. А как в силе Духа Святого? Ну, у нас и пятидесятников, большинство здесь выходцы из пятидесятников, есть братья и сестры из баптистов, но они уже пятидесятники, уже, они, наверное, уже все прошли харизматию, все. Поэтому у нас было положено так, громко помолиться, ввести себя в эмоции, в чувства и после этого провозносить, что ты хочешь получить от золотой рыбки. И оно обязательно произойдет. У Бога так не бывает. Когда Илии необходимо было произносить то, что он хотел, он это сделал очень тихо и очень коротко. Он сказал, Боже, я все сделал по слову Твоему. Ну, мы видим, что как бы и не присутствует какого-то такого помпезности. А просто. Почему? Потому что он почтил слово. Почтил слово. Поэтому мы тоже почтим Бога в его слове. И для нас представлены здесь три воли. Апостол Павел говорит, что есть воля благая, угодная и совершенная. Если мы посмотрим вот это учение или же три учения в формате Израиля или же армии израильской, посмотрите, как она строилась. Теперь эта воля благая, угодная и совершенная. Посмотрим в перспективе Израиля. Переведем на них взор, на этот образ. Число 2 глава, с 3 по 9 стих. Читаю только выборочно. С передней стороны к востоку ставят стан, знамя стана Иудина по ополчениям их. После него ставят стан колена Иосахарова и далее ставят стан колена Завулонова. Первыми они должны отправляться. Вот, пожалуйста, Иуда, Иосахар, и Завулон. Это как раз часть восточной армии, которая находилась под знаменем, на котором находился лев. Символ, знак, льва. Учение о суде вечном. И мы видим, что Иуда возглавлял это шествие. И всегда, когда происходила определенная тревога, то поднимался первым Иуда. И он шествовал первым. То есть всегда, когда приходит тревога, нам необходимо сразу, как говорится, прибегнуть к этой воле благой. Потому что именно воле благой, как нигде, присутствует вот эта красота искупления. То есть когда одолевает нас грех, или же враг начинает одолевать нас, и мы слышим звук трубы тревога, в моем естестве громкий звук тревога, то Иуда дает о себе знать. Он дает о себе знать, и мы начинаем исповедовать Слово Божие, которое утверждает наше искупление и оправдание в Боге. Это очень важно понимать. Как Израиль во время тревоги вставал Иуда, так же и у нас, у христиан, из всех колен, народов, языков и племен. Когда приходит тревога, и нас начинает одолевать враг, то мы должны понимать, что мы должны задействовать вот эту переднюю сторону, о которой здесь написано, это восток. И что как раз храм и стени, как мы слышали, были обращены лицом к востоку, где находился Иуда вместе с Ессахаром и Завулоном. Поэтому мы должны прибегать, как и Израиль, к этой сути. И, конечно же, говоря о Суде Вечном, мы должны вспомнить несколько мест еще на Писании, которые говорят о Суде Вечном. Давайте вспомним, что существует Суд Вечный. Вам, конечно, об этом не надо сильно много говорить, но необходимо, как говорится, напоминать. Напоминать и мне, и вам, и себе, и тем, кто будет слышать, и видеть, и так далее. Необходимо напоминать, что есть Суд Божий. Осия, 6 глава, 5 стих. Суд мой, как восходящий свет. Исайя, 51 глава, 4 стих. Суд мой, поставлю в вас свет для народов. Осии, 2 глава, 19 стих. Обручу тебя мне в правде и суде. Иоанна, 9 глава, 39 стих. На суд пришел я в мир сей. Иоанна, 7 глава, 24 стих. Не судите по наружности, но судите судом праведным. И римлянам, 2 глава, со 2 по 3 стих. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? Есть учение о Суде Вечном, и никто никогда не избежит этой сути, этой истины и этой правды. Она есть, существовала и будет существовать. И Бог приведет каждого на суд. Итак, говоря о Суде Вечном, или же учении о Суде Вечном, мы должны помнить, что есть суд. И, конечно же, это говорит о том, что есть Бог, имя которого Судия. Это одно из его первых титульных достоинств. И только потом он является, как мы слышали, Богом любви. И у Бога в Судии есть закон, который он очень дорожит и который он использует. И он называется законом посева и жатвы, которым он пользуется всегда. Римлянам, 2 глава, 5 стих. «Ибо настанет день гнева и откровения праведного суда от Бога». Настанет день гнева, Писание говорит. День гнева – это день жатвы. Он останет в жизни каждого отдельного человека, для каждого служения, для всех людей по всему лесу земли и для всех сотворенных, для ангелов. Будет день жатвы, когда Бог будет судить каждую тварь. И что интересно понять, что между посевами и жатвой существует определенный промежуток времени, в котором нечестивые и бесы полагают, что милость Божия для них продолжает обновляться каждое утро. И что день гнева и праведного откровения суда от Бога – это не их удел. Однако, насколько нам известно, это самообольщение и самообман. Почему они приходят к такому самообману? Потому что они говорят, что Бог есть любовь. Бог есть любовь, но, как мы слышали, Бог есть святая любовь, и Бог есть судья. Есть такое место, Исаия 2, 6, глава 10 стих. Для тех, кто говорит, что Бог есть любовь, и для меня Он не Бог-судья, Он Бог-судья для всех. Кстати, вот мое имя, Даниил, обозначает «Бог есть мой судья» или «суди меня Божий». Вот, пожалуйста, даже в моем имени присутствует суд Божий. И если я начну себя обманывать и самообольщаясь, что суд Божий не для меня, или же Он не придет, или же Бог есть Бог-любовь, и у Него есть любимчики, то для меня лично такого не существует понятия. Есть Бог-судья, и Он судит. Праведно и истинно. Писание говорит, Исаия 2, 6, глава 10 стих. «Если нечестивый, который говорит, что Бог есть любовь, как мне одна женщина сказала, Бог есть любовь, если хочешь проклинать, проклинай, а я буду всех благословлять. Пускай это будут нечестивые, чистивые, грешники, всех будут благословлять. А вот если ты проклянешь благословенного, а я говорю, я никогда не прокляну благословенного, я прокляну проклятых, а как это ты делаешь? Я говорю, как? Я мир и Слово Божие цитирую вместе с Давидом. А ты не говоришь, да будет проклят Иван Иванович. Я говорю, здравствуйте, пожалуйста. У нас не делается это, никто не проклинает Ивана Ивановича, или еще там Данил Даниловича у нас никто не проклинает. У нас этому не учат. У нас учат взять слова молитвенные в уст и начинать исповедовать. Вот это, говорит, и есть проклятие? За что вас ненавидят? Я говорю, вот это и есть проклятие, за что он вас ненавидит. Он говорит, странно. А я думала, что, говорят, что у вас проклинают, называют имя, говорят, да будет проклят Иван Иванович. Я говорю, такого никогда не было. Ну покажите хоть одну кассету или... Ну вот так люди самообращаются. Ну, говорит, хорошо тогда, тогда хорошо, говорит. Но, говорит, а теперь ты скажи, как ты будешь благословлять нечестивых? Ну, все, я не хочу с тобой разговаривать. Все, все. А там уже не выкрутится, понимаете? Они-то думали, что у нас Ивана Ивановича проклинают. А у нас проклинают нечестивых. Слава Священного Писания. А я сказал, Атира, вот покажи, как ты благословляешь нечестивых. Ну, сразу уходит, не хочу с тобой разговаривать по Писанию. И так далее, все. Меняем тему разговора. Далее. Святой Бог в достоинстве Верховного Судии всегда есть, был и остается Богом всякой правдой. Святой Бог проявил свою святость и изрек свой суд. К согрешившему Херувиму. Сейчас вспомним те места, где Бог проявлял свой суд. И мы видим, что в его суде, который записан в Слове Божьем, были все те, которых он очень любил, очень выделял, и которые могли бы быть исключениями с правил. Ну, приближенные, благословенные, помазанные, не обделенные, а наделенные особыми дарованиями, талантами, красотой. И вот как Бог с ними поступал. Кто говорил себе, что Бог есть любовь, я исключение с правил, и Бог... Вот посмотрите, как Бог поступал с Херувимом. Иезекииль, 28 глава, 16 стих. Ты согрешил, и я, говорит Господь, низверг тебя, как нечистого. С горы Божьей изгнал тебя Херувим осеняющий из среды огнистых камней. Посмотрите, какие слова Херувиму осеняющему. Если мы посмотрим, как Господь сотворил его на его красоту, и сказать, что неужели так можно говорить с этой тварью, где Бог так вложил много любви. Бог может так говорить, потому что Бог есть Бог-судья. Если Бог говорил с ним, он имеет право и говорить со мной, и обличать меня, и говорить со мной на любых тонах, и любым тонам, и любыми словами. Я восприму от него. Иногда человеку что-то не так стало, не то, что даже тон был такой ласковый, и все, но где-то маленький такой намек на маленькое исправление. И человек говорит, а кто тебя уполномочил меня тут исправлять? Посмотрите, как Господь обращается достаточно прямо, без этих вот выкрутасов. Далее. Бог осудил первых людей, Адама и Еву, и изгнал их из рая. Бог осудил падший мир в одни Ноя, послав потоп, уничтожив все человечество и все, что имело дыхание жизни на земле. Мы знаем, что Бог осудил Содом и Гоморру и также окрестные города огнем, превратив их в пепел для пример будущим нечестивцам. Бог осудил Египет, послав египтянам десять казней и потопив в Черном море все войско фараона. Бог осудил тех, кто поклонялся Золотому Тельцу через левитов, которые оставались на его стороне. Бог осудил сыновей Аарона, Надава и Авиуда за принесение чуждого огня. Бог осудил упорство главств левитских поколений Корея, Дафана и Аверона, уничтожив их, послав на них землетрясения. Бог осудил Ахана за осквернение заклятым. Бог осудил Израиля за неверие и ропот. И все мужчины выше 20-летнего возраста, за исключением Халева и Иисуса, сына Навина, пали костьми в пустыне. Можно было бы продолжать эти печальные длинные списки судов Божьих, которые были в Старом Завете. Но мы должны понимать, что и в Новом Завете Бог оставался Богом-судьей. И сам апостол Петр уже в Новом Завете говорит, 1 Петра, 4 глава, 1 стих, «Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьей». Поэтому два тысячелетия тяготеет проклятие на всей нации израильского народа за то, что они отвергли Господа Иисуса Христа. Бога-судьи нету? Да вы что? Посмотрите на евреев. Бога-судьи нету? Есть Бог-судия. И когда я смотрю на то, что прошел этот народ, есть Бог-судия, святые, есть Бог-судия. Мы видим, что Ананий и Сапфира в Новом Завете в христианской церкви были поражены смертью. Мы видим о том, что христиане в Каринфе, когда неправильно относились к трапезе и к хлебопреломлению, и вкушали, будучи во грехе, они болели и умирали. И мы говорим, что Бог только есть Бог-любовь. Но много можно приводить примеров и в Новом Завете, потому что Бог есть Бог-судия. Итак, учение о суде вечном, оно реально, и оно живо, и оно действенно, и действует сегодня. Перейдем ко второму вопросу. Дадим определение назначения воли благой. Уже конкретно воли благой – это первый уровень в учении о суде вечном. Это воля благая. И мы должны привести несколько мест еще на Писание. Это Римлянам 12 глава 2 стих. Итак, познавайте, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. То есть необходимо познавать, необходимо изучать. Ефесянам 5 глава 17 стих написано. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Мы видим о том, что апостол два раза предупреждает, что нам необходимо постигать, что есть воля Божия. И к римлянам он говорит, что есть воля благая, необходимо знать. Это просто приказ. Необходимо познавать и знать. И прежде чем изучать нам волю Божию, благую, угодную и совершенную, нам необходимо вспомнить, что у нас также у человека есть воля. И что мы являемся с уверенными личностями, потому что у нас есть воля. И наша воля, она используется Богом только, чтобы сделать первый шаг. Это чтобы согласиться либо со смертью, либо согласиться с жизнью. И после этого больше нам не нужна наша воля. Мы можем сказать, о, этот христианин, волевой человек. Нам не нужна гидроэлектростанция. Нам нужна батарейка. И этого достаточно. И эта батарейка нужна, чтобы сделать, чтобы ключики завели машинку. Просто батарейка завелась. И это наша воля. И люди не имеют даже этой воли. Моя воля и ваша воля нужна для того, чтобы сказать, я выбираю жизнь. Другие сказали, я выбираю смерть. Ну и пожалуйста. И для этого тоже необходима суверенная воля. Когда Бог нас спас, оправдал, назвал нас своими детьми, Он сказал, теперь ты имеешь суверенные права, у тебя есть воля. Выбирай. И люди говорят, смерть. Другие говорят, жизнь. И Он говорит, хорошо, если ты выбрал жизнь, теперь знай, что теперь я не хочу ничего иметь с твоей волей. Теперь не твоя воля, а моя да будет. Давайте вспомним, что сказал Иисус. Луки 22 глава 42-43 стих. Мы видим о том, что Он достигал целей Божьих. Да, Иисусу необходима была воля. Но для того, чтобы сделать маленький старт. И после этого Он уже перестал задействовать свою волю, а стал полагаться только на волю Божью. И вот Он, что сказал в Гефсиманском саду. Отче, ой, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля. У Него была сильная воля. Он был очень мужественный человек. Волевой человек. Его невозможно было сломить. Но Он говорит, не моя воля, но твоя да будет. И сразу явился Ему ангел с небес и начал укреплять Его. То есть ангелы пришли в восторг. Мужественный, волевой человек с уверенной волей сказал, «Все, я пришел к такому моменту, где я не могу больше использовать своих человеческих достоинств, выраженных вот в этой своей сильной воле. Я, Господь, теперь расскажу только от твоей воли». Почему? Потому что достигать целей Божьих можно только посредством воли Божьей. И давайте посмотрим на семь составляющих благой воли, которые должны у нас присутствовать. И во всех этих местах, которые мы будем приводить, везде будет присутствовать слово «благий», «благой», «благость». Это говорит о том, что здесь идет речь о воле Божьей. В расчет воли человеческой не берется. Она нужна была там. Когда мы сказали, сделали выбор, избрали истину, избрали церковь, приняли это учение и сказали, «Господь, я выбираю жизнь». Он говорит, «Вот теперь держись. Чтобы это сделать решение, необходимо иметь сильную волю. И я тебя поздравляю, ты прошел первый тест. А вот теперь то, чем ты сделал это первое решение, теперь оно мне не нужно. А вот теперь попробуй от него избавиться. А это сделать будет очень трудно. Если ты этого не сделаешь, то ты потеряешь то, что ты избрал, показав. «Я избираю жизнь». Просто потерять волю в пользу воли Божьей. Поэтому не каждый человек, кто использовал и сказал, что «я встаю на слове Божьем, в истине, в церкви Божьей». Это очень хорошо. Это очень мужественно. Теперь то, что мы использовали, сказав эти слова, необходимо выкинуть в мусор. Когда я учился или же поступал в колледж, искусствоведение, мы проходили определенный экзамен, тест на рисование, дизайн, композиции, истории искусства и так далее. И я прошел все на отлично. И когда я прошел и поступил в этот вуз, в бывшем Советском Союзе, я пришел и первый учитель сказал, запомни, все то, что ты знал до этого, и все твои заслуги, и все твои знания, есть ничто и есть полный нуль. Теперь я тебя начну учить с самого начала, как необходимо правильно творить и делать вещи. Я сказал, подождите, на каком основании вы выбрали меня в этот вуз? Он говорит, мы тебя выбрали для того, чтобы понять, что с тобой можно работать, что ты глина, и из тебя что-то можно сделать. А теперь, глина, послушай, ты глина, а я горшечник. Ты, говорит, не художник, я художник. Поэтому у тебя есть определенные дарования, таланты, и я их использую. Но ты должен забыть все то, что у тебя было до экзаменов. И уже тогда я начал понимать, почему я должен забыть, ничего не понимаю. Ведь я сдал на отлично, ведь они меня похвалили, приняли, все. Почему я должен все это взять и выкинуть в мусор, и начинать, как маленький мальчик в детском саду? Это же институт. Ну и пришлось это учиться уже оттуда, как уметь выкидывать те вещи, которые ты умеешь делать очень хорошо, в мусорный ящик. Итак, давайте посмотрим на семь составляющих благою воли. Первая составляющая благою воли обуславливается в нашей способности славить и словословить Бога. Псалом 146, первый стих. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно хвала подобающая». То есть обратите внимание, присутствует слово «благо». Во всех местах, которые я буду приводить, везде будет присутствовать слово «благо», «благость», «благодать». То есть составляющая благою воли – это уметь словословить и хвалить Бога. Обязательно. Поэтому если у нас нет хвалы Бога в наших хвостах, то мы не имеем даже воли благой. Вторая составляющая благою воли выражена в уповании на имя Бога. Мы должны уповать на имя Бога. Евреям 10 глава 35-36 стих. «Итак, не оставляйте упования вашему, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». И недостаток упования – это недостаток познания. Кем является для нас Бог и что сделал для нас Бог. Псалом 51, 11 стих. «Вечно буду славить тебя за то, что ты сделал, и уповать на имя твое, ибо благо перед святыми твоими». Опять слово, видите, благо. «Благо перед святыми». И когда это будет благо? Он говорит, «Тогда, когда буду тебя славить и уповать на имя твое. Вечно буду славить. И тогда будет мне благо». Третья составляющая благою воли представлена в излиянии Святого Духа. То есть в благою воле мы уже имеем Святого Духа. Не в крещении Духа Святым, второй уровень, а именно в первом уровне мы уже имеем излияние, мощное Духа Святого. Захарий, 9 глава, 17 стих. «О, как велика благость». Видите слово «благость»? Везде будет присутствовать слово «благость», «благодать», «благо». «О, как велика благость Его и какая красота Его!» «Хлеб одушевит язык у юношей и вино у траковиц». Здесь говорится о хлебе и о вине, о Слове Божьем и о Духе Святом, о безлиянии. «О, как велика благость Твоя!» Там всегда будет хлеб и там будет вино. И Аиль, 2 глава, 28-29 стих. «И будет после того излию от Духа моего на всякую плоть». То есть это говорится о тех святых, которые находятся в воле благой, угодной и совершенной, которые постигают и познают волю Божью, что именно на них будет излито от Духа не просто плоть, у которой два уха, два глаза, две руки, две ноги. Это не плоть, это непонятно что. А вот именно под плотью подразумевается подобие Божье. И о них написано, что они будут пророчествовать, сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа моего. Посмотрите, что Бог заключил в Духе Святом, который открывает для нас себя в элементарной, в благое воли. Четвертая составляющая благое воли является нашей надеждой, которая делает нас мужественными и укрепляет наше сердце. Псалом 26, с 11 по 14 стих. «Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезии правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верю, что увижу благость Господа на земле живых. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепится сердце Твое, и надейся на Господа». То есть обратите внимание, опять я увижу благость. И когда человек увидит благость, Писание говорит, он будет мужественным, и сердце его будет твердым, укрепленным. Поэтому, разумеется, здесь Бог будет проводить это упование через свой тест, как он проводил этот тест через Иова. И мы помним, что он сказал Иов, «А я знаю, что Искупитель мой жив, и он в последние дни восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам моими глазами, ни глаза другого увидят это». Это очень важное заявление человека, который имеет прекрасное основание благой воли. Он уплывает на что? На благость Господа. Хотя физическими глазами он находился в полном поражении. Но какой был сильный фундамент, основание из серебра? Это воля благая. И именно люди, у которых есть вот эта правильная воля благая, и они ее познали, это те люди, которые в таких тяжелых ситуациях молятся такой прекрасной молитвой. Пятая составляющая благой воли – это жезл и посох Бога, которым Он успокаивает своих детей. Псалом 22, с 4 по 6 стих. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Шестой составляющей благой воли, оно заключается в исполнении заповедей Божьих, через которых мы открываем благость, благо Божье, или же волю благую. Данил 3, с 30 по 31 стих. «Заповедей Твоих не слышали и не соблюдали их, и не поступали, как Ты повелел нам, чтобы благо было нам, поэтому не было им блага. И все, что Ты навел на нас, и все, что Ты сделал с нами, соделал по истинному суду». Обратите внимание, Бог не хотел бы задействовать суд с этой стороны, как возмездие. Он хотел для Израиля использовать суд Божий как награду. Но когда человек игнорирует благо Божие, а когда он игнорирует заповеди Господни, тогда он игнорирует благо Божие. И тогда, разумеется, награда от судьи трансформируется в возмездие от судьи. Седьмая составляющая благой воли определяется в нашей способности удерживать свой язык от зла и уста от коварных слов. Псалом 33, с 13 по 17 стих. «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?» Опять слово «благо». «Удерживай язык свой от зла и уста свой от сковарных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мир и следуй за ним. Отче Господа обращены на праведников и уши его, квоплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истрепить земли память о них». То есть, если хочешь видеть благо, то, пожалуйста, наблюдай за своей речью. И я вместе с вами. Мы должны удерживать свой язык. Удерживать свой язык – это очень трудно сделать, как говорится, особенно, когда он необъезженный. Но необходимо это сделать. И не просто проклинать наследие Божие, а перестать проклинать самого себя. Иногда мы это делаем в такой виде шутки, иногда в боли. Не надо этого делать. Необходимо, как говорится, нам научиться святые не проклинать самих себя. Хорошо, давайте теперь вспомним о условиях, на основании которых мы призваны сработать с благой волей. Очень коротко. Их тоже существует семь. Условия, на которых мы сработаем с волей благой. То есть, мы разобрались с вами составляющие, из которых состоит благая воля. А теперь условия, которые необходимы, чтобы все-таки эта благая воля начала работать в нашей жизни. Есть определенные условия. И первое условие, на котором мы призваны сработать с благой волей – это необходимо нахождение Церкви Божьей. Или же, как написано в книге притчи «Мудрой жены». Притча 18 глава, 23 стих. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. То есть, необходимо найти эту добрую жену в лице Церкви. То Писание говорит, кто нашел такую добрую жену, тот получил благо. Мало, знаете, кто молится, чтобы найти такую Церковь, вот такую добродетельную жену. Обычно люди в церквах, потому что там их родственники, их друзья, там их интересы и так далее. Но Писание говорит, необходимо найти добродетельную жену в лице Церкви, чтобы я мог иметь благо, чтобы просто элементарно быть в воле благой. То есть, это очень важный фактор, когда человек избирает свою жену, и, разумеется, в физическом сфере, когда он избирает свою жену, и когда он в духовной сфере выбирает себе жену. Поэтому торопиться молодым людям не стоит в выборе мужа и жены. Зачем калечить свою жизнь? А хочется, перехочется. Сегодня хочется, завтра не хочется. Покушайте мороженое сладенькое и перехочется. А потом перцем. Вот после мороженого возьмите перца, покушайте, и вот примерно, что такое брак у некоторых людей. Не у всех у людей. У духовных это постоянное мороженое. А поначалу это не было. Поначалу это мороженое, а сверху перец. Хочешь до мороженого добраться, сначала перец. Не, слезал, а потом там будет мороженое. Но не у всех так. Не у всех так, разумеется. Люди, когда выходят замуж, например, я привожу пример, но, например, в нашей семье такого не было. Потому что мы, когда вступили в завет, мы уже не были душевными, плотскими детьми или же людьми. Мы хотя были молодыми людьми, но достаточно людьми, которые уважали суверенные права друг друга и ценили друг другом. Поэтому этот пример не всегда работает. Второе условие, на основании которого мы признаемся работать с благой волей, это когда мы обретаем мудрое сердце. Притча 16 глава, с 20 по 22 стих. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Пожалуйста. То есть когда мы обретаем это благо, вот это благодать, волю благую, тогда, когда у нас есть мудрость и когда мы можем делать вещи разумно. То есть воля блага – это там, где мы должны задействовать мудрость и разум. Божий. Третье условие, на основании которого мы признаемся работать с более благой, оно обретается через сотрудничество нашего разума с премудростью Бога. То есть не просто мудрость, а вот как я сказал, должен присутствовать разум. Притчи 8 глава, с 12 по 21 стих. Читаю выборочно. «Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо и сокровищницей их я наполню». То есть опять, здесь премудрость говорит, что я хочу доставить существенное благо, то есть хочу им открыть суть воли благой, ту красоту, которая там есть. Но я могу это сделать только тогда, когда человек будет искать рассудительного знания. Как мы сказали вначале, а я не буду с тобой говорить по Писанию. Все, поставил его в тупик. А мне не нравится людей в тупик ставить. То есть я себя чувствую дискамфортно, когда я ставлю человека в тупик. Так же, как и он себя чувствует дискамфортно. Потому что он чадо Божие, мне неприятно ставить человека в тупик. Поставив его в тупик, я думаю, Боже мой, я же себя поставил в тупик. Я же в одном теле с человеком Божиим. И поставив его в тупик, я чувствую себя в таком же тупике. Я думаю, ну как можем? Четвертое слово, на основании которого мы призваны сработать с благой воли и бога обретается через ученичество псалом 118 71 стих благо мне что я пострадал дабы научиться уставам твоим пожалуйста без ученичества невозможно обрести волей благой этим благом 5 условия на основании которого призваны сработать с блогой воли и божий она обретается через пользование использование молитвенных слов обращенных богу который содержится в уставах божьих и в написанном слове божьем это можно прочитать у оси 14 глава с 3 по 4 стих где писание говорит возьмите собой молитвенные слова и вы примите от меня благо то есть необходимо взять молитвенные слова которые есть в священном писании в учении иисуса христа и он только тогда вы примите от меня благо нельзя молиться любыми молитвами которые только или же словами которые просто придут в голову можно молиться определенными предложениями которые точно соответствуют учению иисуса христа пришедшего плоти чтобы что было блага и шестое условие на основании которого призваны сработать с благой волей бога она призвана раскрывать сокровищницу своих благ для тех кто поминут своим родителям в господи ефесянам 6 глава с 1 по 3 стих дети повинуйтесь своим родителям в господи ибо сего требует справедливость почитает сад твоего и мать это первая заповедь с обетованием да будет тебе благо и будешь долголетен на земле также можно прочитать и у римлянам 15 глава с 1 по 3 стих поэтому послушание своим родителям она всегда поощряется и дети которые непослушны своим родителям они находятся в воле благой ну прежде чем слушаться своих родителей вспомните что у вас есть также и другой родитель который находится на небесах поэтому все ваши родители хотят занять место того родителя который находится на небесах то они бесчинствуют здесь необходимо как говорится встать на святость божии и не соглашаться с тем что они предлагают или то что они навязывают потому что он моими родителями есть другой родитель который есть отец мой небесный сущий на небесах и он выше моих родителей Но если мои родители в Господе, они предлагают мне не греховные вещи, и я просто не хочу наклонить свою выю, то, извините, пожалуйста, я даже не нахожусь в воле благой. Нету мне никакого блага. И седьмое условие, на основании которого мы призваны сработать с благой волей, оно призвано сотрудничать с теми, кто надеется на Господа, ищет Его и ожидает от Него спасения. Плача Иеремия, 3 глава, с 25 по 27 стих. «Благо Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа, благо человеку, когда он несет иго в юности своей». Вот, пожалуйста, необходимо искать, ожидать Господа и надеяться на Его спасение. Это те условия, где себя может проявить благая воля Божия. И теперь давайте обратимся к третьему вопросу, это посмотреть драгоценный камень и имя апостола, которое было написано на этом 10 основании. И в Откровении, 21 глава, 20 стихом написано, воля благая – это основание 10, и камень стоит хризапрас. Откровение, 21 глава, 14 по 20 стих. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агенса. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание 10 – хризапрас. И хризапрас является самой дорогой разновидностью халседона, и он ценится не только за свой рисунок и за свой узор, а у него очень красивый цвет. То есть есть камни, которые просто переливаются, бриллианты или другие камни, у которых очень красивые грани. И как бы вы там поворачиваете рукой, или как оно начинает переливаться, и люди это очень ценят, это очень грани. А есть камни, которые там грани-то не очень-то красивые, будем говорить, и рисуночек не особо, ахти. Но у них очень интересный цвет. Поэтому нам иногда хочется быть похожими на нашего апостола, на нашего какие грани, какое знание, какие острые углы, Как мне хочется быть на него похожим. Господь говорит, ты такой же, ты такой же. Ты просто не имеешь таких граней, может быть, остреньких, но твой не рисунок, а твой цвет настолько красивый и удивительный, и ты даже об этом и не знаешь. Поэтому святые мы должны понимать и не стремиться щеглять своими гранями. Не все люди могут показывать грани Господни. Они есть. Но иногда просто можно показать красивый цвет. И в этом тоже существует определенная красота, и такие камни стоят очень-очень дорого за свой красивый чистый цвет. Просто показать чистоту христианскую. Ну сейчас я не показываю, я никакой чистоты христианской не показываю, я просто проповедую. Сейчас я показываю, просто, может быть, блеск каких-то определенных граней, понимание Слова Божьего. Вы можете сидеть, у вас эти грани, скажите, Боже мой, Боже мой, потерялись, я потерялся. Что он говорит, я уже потерялся на первом, втором пункте, я уже потерял его полностью. Святые не переживайте. Красивые грани еще ни о чем не говорят. Нужен быть красивый цвет и красивый рисунок. Все это должно быть в совокупности. Поэтому у нас есть в этом десятом основании, в нашем сердце, хризапраз. И на нем было написано имя Левия, прозванного Фадеем. Матфея, 10 глава, 2-3 стих. Давайте посмотрим на этого десятого апостола. Двенадцати же апостолов имена Сусии. Там они перечисляются. И Писание говорит, и 10-й Левий, прозванный Фадеем. Левий, прозванный Фадеем, это на самом деле был Иуда, сын Иакова. То есть это у него несколько имен было, но в других местах он представлен как Иуда, сын Иакова. И мы знаем, что вот это имя Иуда было очень распространенным, и что в команде Иисуса Христа был также его брат, то есть родной брат, сын Марии Иосифа. Он также был Иудой. Мы имеем послание от Иуды, его единственная глава, из которой мы взяли манифест в конце нашего служения. Также мы имеем вот другого Иуду, сына Иакова, который лег десятым в основании. И также был Иуда Искариот. Мы видим, что только в его команде было три Иуды. И мы знаем, что имя Иуда означает «хвалите Бога» или же «восхваление Яхвы». А имя Иаков означает «он держится за пету, он будет запинать, он оставит след, он защитит, он победит». Поэтому слитые и объединенные воедино эти два прекрасных имени, Иуда и Иаков, в совокупности означают следующее. «Восхваление Бога оставит свой неизгладимый след и будет служить вечным памятником для небес, земли и преисподней, факторе того, кем является для своего народа Бог и что сделал для него Бог». То есть, пожалуйста, соединение хвалы Бога вместе вот с этой составляющей, способность оставлять след. То есть, так хвалить Бога, чтобы оставить след на небесах, на земле и в аду. Поэтому мы должны понимать, что если небеса не пришли в восторг от нашей хвалы, то, разумеется, и ад не получил пощечины от нас, и на земле ничего не произойдет. Но когда что-то происходит на земле после нашей хвалы, мы должны понимать, что что-то произошло на небе. Бог встревожился, и в панику пришел ад. Поэтому хвала должна быть подобающая, которая оставляет свой след на небесах, на земле и в аду. И давайте теперь посмотрим на семь составляющих, которые были в этих двух прекрасных именах. Иуда и Аковлев. То есть, и постараемся соединить и посмотреть вот эту красоту хвалы Божьей, вот этого колодца, который находится, потому что хвала Божия. Что такое хвала Божия? Хвала – это не то, что приходит из нашей головы. А хвала Божия, слово «хвала» – это когда мы хвалим Бога из нашего сердца. Не когда мы хвастаемся, а когда мы хвалим. Когда мы хвастаемся Богом. Можно не только собой хвастаться, можно хвастаться Богом. Можно хвастаться церковью, проповедником. Можно хвастаться учением. И оно происходит тогда, когда человек это делает, пользуясь своим разумом, своей головой. Но можно хвалиться, пользуясь сердцем. Поэтому следующие составляющие, которые мы будем перечислять, они будут говорить о колодцах, о источниках. Будут говорить о хвале. Поэтому, когда мы говорим «буду хвалить Тебя, Господи», мы должны понимать, что мы начинаем пользоваться только содержимым нашего сердца. Потому что хвала находится только в сердце. И мы должны иметь способность, элементарно даже волей, благой, взять, достать эту хвалу из нашего сердца и превозвести Господа. Поэтому первая составляющая в имени прекрасного апостола Иуда Яковлева – это восхвалять Бога черпанием воды из источника спасения, которое находится в сердце. Хвала находится в сердце, поэтому спасение находится в сердце. И хвала за спасение должно исходить из сердца. Исайд 12 глава 3, 5 стих. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он садил великое, да знают это по всей земле». То есть мы видим о том, что здесь говорится о том, что хвала черпается из источников спасения. То есть источник спасения – это Бог, который поместил свое спасение в наше сердце. Поэтому здесь идет обращение, что необходимо черпать, научиться черпать из своего сердца. Когда мы благодарим Бога за спасение, не просто так, Господи, так, что каждое утро встал, открыл первый глаз, второй глаз, все, и начинаю, Господи, благодарю Тебя, отрекайся от этого, от этого, от этого, от светной жизни, все, отрекайся во имя Иисуса, благослови первого сына, второго сына, третьего сына, благослови путь, все, благослови за пищу, аллилуйя, аминь, все, аминь, точку поставил, все. Это пародия. Вы знаете, я, например, так не молюсь. А почему так не молишься? Потому что для того, чтобы мне что-то сказать Богу, мне необходимо взять очень много, достаточно времени. Поэтому я больше хожу и думаю, и думаю, и думаю. Это здесь я когда молюсь, будем говорить, на молитвом собрании, я так никогда не молюсь в присутствии Божьем. В присутствии Божьем я где-то 99% молчу. Я хожу и молчу, молчу, молчу и молчу. Молчу и молчу. И когда у меня внутри переходит диалог, когда мы уже переходим на повышенные тона в разговоре с Богом, потом, когда я перешел на эти тона, в добром смысле слова, когда перехожу на эти тона, я уже не могу говорить в уме. Я начинаю говорить громко ему, и это ему нравится. Но до тех пор, пока я не перешел на эти более, будем говорить, высоте тона любви, я не открываю своих уст. Зачем их порочить лишний раз суетными словами молитвы язычников? Вот когда приду, я говорю, Господи, если я не даю этого состояния, я не буду молиться, не буду молиться. Не люблю стрелять холостыми, люблю один раз стрелять, но не так, чтобы попасть в цель. Поэтому я никуда не тороплюсь, буду ходить. Но если я не тороплюсь, Господь говорит, я тоже никуда не тороплюсь. Хотя ты во времени, я в вечности нахожусь. Стоило бы поторопиться, разумеется. Поэтому составляющая в имени Иуды Яковлева, она призвана восхвалять Бога и черпать из источников спасения. Вторая составляющая в имени Иуды Яковлева выражена в способности проклятия обращать в благословение. И здесь опять представлено имя Иуды Яковлева. Давайте посмотрим, каким образом проклятие переходит в благословение. Вспомним гаванитян, которые были прокляты, и они находились среди хананских народов, которых Господь проклял, но не через обман. И вот это слово запинающий обман, или же он оставляет след, он будет запинать, как запинал Яков. То есть там не в прямом смысле не обманывать, а вот именно не то, чтобы обманывать, а вот сказать так, чего нет на самом деле, но то, что вы видите глазами веры. И мы посмотрим, что Иисус Навин говорит гаванитянам, когда узнал, что это народы, которых надо было уничтожить. Они пришли и сказали, что вот мы пришли из очень дальней страны, и вот мы хотим стать одной с вами. Иисус Навин, 9 глава, 19 по 23 стих. Иисус призвал их и сказал, для чего вы обманули нас? Здесь он говорит, почему вы обманули нас? Они, оказывается, получили доступ к имени Иуда Яковлев, Яковлев, запинающий лжец, будем говорить. Он говорит, почему вы обманули нас, когда сказали, мы весьма далеко от вас, мы не среди этих нечестивых хананских народов. Когда вы были близь нас, мы должны вас были уничтожить следующими. За это прокляты вы. И давайте посмотрим, какие проклятия придут на них. «Без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего, будете служить вместе с священниками и с левитами». О, проклятие! Сегодня такое проклятие многие... А можно туда на кафедру? Когда? Ты не знаешь, когда меня поставят на проповедь? Проповедь – это проклятие. Проповедь – это проклятие. Мы должны это понимать. И до тех пор, пока оно не станет проклятием, оно никогда не станет благословением. Когда мы уходим на проповедь и не умираем, а жаждем что-то сказать, выступить, спеть песню, рассказать стих, сказать слово Божие в силе Духа Святого – это плоть. И такое служение никому не надо, это трата времени. Вот видите, перешел на повышенное тона. С вами нельзя, с вами надо помягче. А то это перейдет в молитву, а вам молиться нельзя, вы же люди. Вот примерно вот так вот оно добывает во время молитвы. Третья составляющая в имени Иуды Иаковлева – она призвана восполнять жажду Сына Божьего, когда мы черпаем из воды, из колодца Иаковлева. То есть, опять же, мы говорим о колодце Иаковлева, а колодце – это то сердце, это то состояние, где находится хвала Иуда и Иаковлев. Иуда – хвала, Иаков – оставляющий след. Хвала, которая оставляет след, это та хвала, которая приходит из сердца, а сердце – это колодец. И вот, пожалуйста, следующая составляющая – это колодец Иакова, где Господь встретился с Самарянкой. И вы помните, что когда он встретился с самарянкой, что первое, когда он узнал, что он пророк Божий, она сказала, где необходимо поклоняться. Обратите внимание, не все приходят вот к этому колодцу, который находится в Самарии, колодец Иаковлева. Только люди жаждущие, только они знают этот колодец. Мы говорим, а, самарянки. Обычно у таких людей говорят, а, самарянин, самарянка. Нет, это люди, которые приходят к этому колодцу, и этот колодец находится в их сердце. И Господь всегда ищет встречу с такими людьми. И именно они утоляют его жажду. И когда ученики пришли и сказали, Рави, вот мы купили покушать, кушай. Он говорит, я уже наелся. Они говорят, а кто тебе дал есть? И видят, что он сидит, вот, сидел с женщиной. Они говорят, что у меня есть пища, которую вы не знаете. К сожалению, он говорит. И они говорили между собой, кто же принес ему есть и дал пить? Ведь он попросил попить у самарянки, а самарянка даже не дала ему пить. Она дала ему что-то такое, что утолило его жажду. А что он дала ему? Она показала, что в ее сердце есть колодец Иаковлева, и что она ищет хвалы, подобающие хвалы, где люди будут поклоняться Богу в духе и в истине. Третья составляющая в имени прекрасного апостола Иуда Иаковлева – это когда мы будем обращать благоволение Бога на тех, или же когда он будет обращать свою благость и благоволение на тех, кто обрел милость в пустыне. Опять, в жизни христианина будет пустыня. И вот здесь вот Иуда Иаковлев нам пригодится. Иеремия 31, глава 2, 3 стих. Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя, потому что простер к тебе благоволение». Опять, благоволение, благодать простер к тебе. Почему? Потому что ты обрел в пустыне милость. То есть он в пустыне позволил людям открыть источники или же колодцы. Вся те разы, когда мы переживаем пустыню, мы все переживаем ее. Кто-то сейчас переживает эту пустыню. Хотя вы можете сидеть, улыбаться и вести себя очень красиво, достойно. Но внутри у вас пустыня. Враг вас одолевает. Вы в борьбе. И мы должны понимать, что вот здесь даже в воле благой открывается красота имени Иуда Иаковлев. Здесь открываются источники, где Господь являет свою милость. Она находится в нашем сердце. Она находится в нашем сердце. Оно есть. Просто необходимо достать, выкопать этот источник. Он есть у нас. Копать трудно, разумеется. Пятая составляющая, которая находится в имени Иуда Иаковлева. Она призвана восхвалять Бога в том аспекте, что называется Его именем. Писание говорит, Исайя 43, глава с 1 по 8 стих. Он говорит, Каждого, кто назовется моим именем, того я благословлю. И вы можете прочитать дома с 1 по 8 стих. Какие прекрасные благословения он благословит тех, кто назовется Его именем. А когда человек называется Его именем? Да тогда, когда он рождается свыше. Тогда он заключает завет с Богом в крещении водой. Бог называет Его именем. И он говорит, всех тех, кто назовется Его именем, прочитайте с 1 по 8 стих. Какие великие благословения Бог приготовил для таких людей. Просто они называются именем христианин. Просто называются именем дети Божии. Шестая составляющая в имени Иуда Иаковлева, вот в этой благой воле. Оно призвано черпать воду из колодца своего сердца для утоления жажды Святого Духа и его верлюдов в лице его посланников. То есть, мы приводили пример самарянки, которые утоляют жажду Иисуса Христа у колодца Иаковлева. А оказывается, у Духа Святого есть жажда. И мало того, тех посланников, с которыми Он пришел, и которые носят Его дары, чтобы взять невесту из церкви, они тоже имеют жажду. Я думаю, только Иисус. Оказывается, и Дух Святой Он тоже хочет кушать и тоже хочет пить. И мало того, те посланники Божии, которые идут вместе с Ним, тоже хотят кушать и тоже хотят пить. Как в прямом, так и в переносном смысле. Они тоже имеют определенные вкусы. Им тоже хочется жить примерно в том, в чем живем многие из нас. Одеваться тоже в одежды и кушать, и питаться, и тоже иметь, что имеют и обычные люди. Люди притыкаются и соблазняются. Почему притыкаются и соблазняются? Мы должны понимать, и Писание говорит, Писание приведет эти места Священного Писания перед Белым Престолом. И Он скажет, не только Иисус жаждал, Дух Святой жаждал, и посланники Божии жаждали. Я не буду приводить это место Священного Писания. Вы можете дома прочитать. Бытие 24 глава, с 11 по 14 стих, где говорится о том, когда пришел раб Авраама, и он пришел с верблюдами. И она что? Она напоила его вначале, а потом напоила его в верблюдов. И когда только она напоила его в верблюдов, только тогда он сказал, это она, это она. Если бы она напоила только его, и потом посмотрела на верблюдов и сказала, пускай найдет кого-то другого. Верблюды пьют очень много. Особенно это знают те, кто жил в Средней Азии, или же те, кто читал, изучал биологию. Они знают, что верблюды пьют очень много. И поэтому вот так Писание уподобило посланников Божьих вот таким вот носителям, вот этих даров. Верблюды – носители даров, посланники – носители даров. Есть такое место. Второй Конферинфеном, 8 глава, с 3 по 5 стих. Мы немножко отойдем от образов и уже перейдем к конкретному тексту. А то верблюды, верблюды. Есть конкретные слова, где говорится о посланниках Божьих. Это образы, и надо быть очень осторожными с этими образами. Нельзя этими образами друг друга, как говорится, звать. Там, ты верблюд, а ты овца, а ты баран. Вот и так далее. Мы так шутим и смеемся. Это просто показывает наш уровень. Вот почему брат Аркадий говорит, да будут прокляты на этом месте все дела дьявола. И помимо того, что там будет проклята болезнь, болезнь, не считая преждевременная смерть, запятая, 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 после седьмой запятой или восьмой, не помню точно, он говорит, да будет проклято невежество. Вот это невежество, когда мы берем слово Божие и начинаем им полемизировать и подшучивать друг на другом. Кстати, люди, которые обладают хорошим юмором, вот я знаю, например, по нашей церкви, люди, которые обладают хорошим юмором, могут хорошо со стрецой пошутить. Я обратил внимание, что эти люди никогда не шутят во время проповеди, будем так говорить, или же не шутят с Словом Божьим. Никогда. Это очень ценно знать, поэтому нельзя иногда люди соблазняются. А что этот человек много шутит? Послушайте, я не слышал, чтобы человек или же люди, которые есть, обладали чувством юмора, чтобы эти люди, будучи духовными, шутили над Словом Божьим. Я этого никогда не слышал. Никогда. Поэтому можно шутить. И иметь чувство юмора – это талант, это определенный дар. Не у всех он этот есть. Дар. И у духовных людей, кстати, этот дар очень сильно развитый. Очень сильно развитый. У Ильи был этот развитый дар. У Иисуса, у апостолов был. В посланиях мы читаем, мы видим там присутствие. Но когда мы переходим к конкретному учению, Слову Божьему, юмора у этих святых никогда не бывает. Никогда. Не дождетесь. Никогда. Поэтому мы должны почерпать и утолять жажду Святого Духа и Его посланников, и Его верблюдов. И седьмая составляющая в имени Иуды Яковлева. Оно выражено в девицах, которые черпают воду из колодца и которые указывают путь к пророку Божьему. То есть, это можно прочитать Первое царство, девятая глава, шестого по тринадцатый стих. Это когда Саул, когда еще не был царем, вместе с своей слугою, искал ослиц, им необходимо было подойти или же пойти к пророку, к прозролевцу. И они пошли, чтобы найти Его. И когда они шли, тогда Писание говорит, встретили их девицы, которые вышли, чтобы черпать воду. И у них спросили Саул и его слуга. Он еще не был царем. И он сказал, вы не скажете, где здесь прозролевец или же пророк Божий. И они сказали, вот он впереди тебя. То есть, эти девицы, они обладают этой возможностью знать, где находится пророк Божий. То есть, люди, которые знают, что такое воля Божия, или же люди, которые имеют это десятое основание, этот прекрасный камень Хризапрасный, в котором написано прекрасное имя апостола Иуда Яковлева, это люди, которые всегда могут показать, вот он, помазание их Божий. Кто ваш помазание их Божий? Вот помазание их Божий. Поэтому, святые, сидят в этом служении. У вас очень дорогая цена. На вашем камне написано имя Иуда Яковлева, потому что вы прежде всего себе показали этого человека Божия, чьи конспекты я читаю. И потом можете и другим показать. И это говорит о том, что это богатство есть в нас, есть в вас. Ну и давайте соединим уже заключительную, последнюю нашу формулу, когда мы соединим все эти четыре учения, вместе или же давайте соединим просто первый уровень, первый уровень четырех учений. И раз мы изучаем учение благою воли, уже о Суде Вечном, то мы начнем с этого контекста. Войти в волю благую возможно только, прежде приняв семя Царства Небесного в рождение от воды и заключив завет крови через погружение в крещение водой. Это первый уровень. А если касаться вот этой формулы и контекста всех учений вместе взятых, то это будет выглядеть примерно так. Войти в волю благую, угодную и совершенную, представленную в учении о Суде Вечном, возможно только прежде, приняв семя Царства Небесного в учении о воскресении мертвых и заключив завет с Богом, представленный в учении о возложении рук через погружение в учение о крещениях. Но это примерно так, если бы сказали, ты бы смог, пожалуйста, в одном предложении, ну, пускай это будет длинное предложение, но сказать, что вы исповедуете в вашей Церкви. Вот что мы исповедуем в нашей Церкви. Вот эта божественная последовательность, которую нельзя менять, которая обладает определенной красотой и определенной глубиной. Аминь. Будем молиться, пожалуйста. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы имеем доступ к Твоей благодати, к Твоей милости, к Твоей правде, к Твоему суду, как Твои дети. Мы благодарим, что Ты продолжаешь для нас открывать свою красоту, красоту своего слова, его глубину, его драгоценности. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты позволил нам вспомнить о том, что находится в нашем сердце, о том, о том, что наше сердце, в котором пребывают источники спасения, является тем колодцем, из которого Ты призвал нам черпать. И поэтому, Господь, эта хвала подобающая, она может исходить только из нашего колодца, из нашего сердца. И мы благодарим Тебя, что в нашем сердце есть колодец Иакова. Это и есть то место, Господь, где мы утоляем Твою жажду. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сделал нас способными утолять жажду не только Сына Божьего, когда мы исполняем Его воли, когда мы ищем поклонение в Духе и в истине, Ты позволил нам также и исполнять Твою волю, Божий, и в ней утолять жажду Духа Святого. Ты позволил нам также, Господь, принимать Твое учение через носителей Твоих даров, через Твоих больших даров. И мы благодарим Тебя, Господь. И мы знаем, Господь, что они также имеют жажду. И также, Господь, жаждет получить нечто от Тебя и от нас. Поэтому, Господь, в этой молитве мы хотим утолить жажду Твою, Отец, Сына Твоего, Духа Святого и Твоих посланников Божьих. Утолить жажду друг друга, Господь. А мы это можем только, когда мы будем обращаться, Господь, к тем источникам спасения, которые Ты заключил в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за спасение. Мы благодарим Тебя за оправдание даром. Мы благодарим Тебя, Господь, за тот прочный и твердый завет, в котором мы, Господь, пребываем, который мы заключили в крещении водой. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы умерли для этого мира. Мы победили, Господь, этот мир, и мы осудили этот мир. Мы осуждаем, Господь, сегодня в Своей молитве, когда мы говорим, Господь, что спасусь я и спасусь весь мой дом. Мы начинаем и продолжаем строить, Господь, ковчег для спасения Своего дома. Мы продолжаем, Господь, возводить этот ковчег спасения через веру и исповедание содержимого нашего сердца, потому что мы знаем, что грядет на эту вселенную, что Ты есть праведный судья. И Господь, открывая глубину Своего учения о суде вечном, Ты сказал, что это не временное учение, это вечное учение, это суд вечный, и что люди будут находиться под вечным осуждением, либо под вечной наградой. Мы благодарим Тебя, Господь, за это прекрасное учение о суде вечном. И мы благодарим, что мы будем находиться под Твоим вечным судом, но для нас Твой суд будет представлен в вечной награде. И наша великая награда, которую, Господь, мы ожидаем, это получить Тебя как награду, получить Тебя как защиту, получить Тебя, Господь. И мы верим, что вместе с Тобой мы получим все то, в чем мы нуждаемся. Не то, что мы хотим, а в чем мы нуждаемся. Но если то, что мы хотим, согласуйся с Твоей волей, Господь, тогда и то, что мы хотим. Мы благодарим Тебя, Господь, что помимо вечной награды для Твоих святых, у Тебя есть вечное возмездие, а не для нечестивых, для ада, для преисподней, для смерти, для болезни. Ты все это однажды вернешь в озеро Огненное, и мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам облечься в победу воскресенья Христова, и что над нами смерть вторая не имеет никакой власти. Мы обрели, Господь, благо и благодать перед Твоим святым лицом. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам обладать этим прекрасным камнем в нашем сердце. Я благодарю Тебя, Господь, что Твои святые прекрасны перед Твоим лицом. Они имеют прекрасные грани, прекрасную окраску, Ты наслаждаешься ими, Ты увлекаешься ими, Господь. Позволь, Господь, нам согласиться. Позволь нам, Господь, подражать Тебе. Подражать, Господь, тем посланникам, которых Ты дал нам. Позволь нам, Господь, хвалить Тебя из глубины наших сердец. Позволь нам, Господь, благословлять Твоих посланников из глубины наших сердец. А для этого, Господь, мы сегодня молимся за нашего пастыря, брата Аркадий и Святомару. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты благословил нас ими. И мы, Господь, однажды приняли их как благословение в свою жизнь. Позволь же ныне нам послужить благословением для них. И, Господь, эта молитва и это желание исходят из глубины наших сердец. Мы хвалим Тебя, Господь, и мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя, Господь, за Твоих святых людей, которых Ты нам даровал. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти большие дары, которые Ты даровал для церкви. Я благодарю Тебя, Господь, за каждого святого, который находится на этом месте, и который посвятил свое время для того, чтобы, Господь, черпать из колодца своего сердца и хвалить Тебя, и молиться, Господь, исповедуя Твою волю, благую, угодную и совершенную. Благодарю Тебя, Господь, за молитвенников. Мы благодарим Тебя, Господь, за все сферы и службы в нашем служении, которые трудятся, посвящая свое время, свои дарования, свои таланты, свои умения, для того, Господь, чтобы продолжать искать нам Твоего лица, для того, чтобы, Господь, сохранить то помазание, сохранить ту правду, ту истину, Господь, которую Ты предлагаешь нам в этом служении, в Твоем Иерусалиме. Я бы, Господь, благодарю Тебя за каждого святого человека, который посвятил себя на это. Да будет, Господь, благословен на церковь, да будет благословен каждый святой человек. Я благодарю Тебя, Господь, за ту великую благость, которую мы получили от Тебя. Мы молим Тебя, Господь, чтобы мы могли продолжать сохранять себя в надежде, в терпении, в уповании на Тебя. И мы верим Тебя, Господь, что Ты не оставишь нас никогда. И мы своими глазами, не другой узрит, а мы своими глазами узрим наше избавление, наше исцеление, наше восстановление. Ты сказал, что, Господь, если мы познаем Твою волю, познаем, Господь, Твое благо, познаем Твою благость, то не глаза другого, а наши собственные глаза узрят то, что, Господь, нам нужно, в чем мы нуждаемся. И мы, Господь, продолжаем держаться нашего исповедания, нашего упования, твердой верой. И благодарите, Господь, за наше исцеление, за наше восстановление, за наше избавление. Благодарите, Господь, за наших детей, за наших сыновей и дочерей, за наших отцов и матерей. Благословляем, Господь, их во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты находишься над ними. И Ты являешься не первым приоритетом, а Ты являешься единственным приоритетом. И никто не может быть, Господь, наравне с Тобой или стоять рядом с Тобой. Ты, Господь, единый. И мы преклоняемся перед Тобой и прославляем Тебя. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое мы слышали в нашем служении. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил нас Твоим откровением, Твоей милостью. И на следующих собраниях, служениях, которые будут в пятницу и воскресенье. А мы, Господь, будем приходить с приготовленным сердцем. Мы будем, Господь, приготовить свой колодец для того, чтобы Ты мог поместить туда редь и воды живой. И чтобы, Господь, они могли истекать оттуда во времени нашей хвалы и славословия Богу. Мы благодарим Тебя, Господь, и прославляем Тебя из святого храма Твоего, из глубины наших сердец, из колодца Иаковлева. Во имя Отца и Снега, Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небеса, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наших. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Закончим нашу неизменную манифестацию. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.